МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На уходящей неделе столица Ненецкого округа стала площадкой для обсуждения проблем коренных малочисленных народов Севера. В работе семинара приняли участие депутаты Государственной Думы Сергей Коткин, Григорий Литков и Дмитрий Ламекин. Участники мероприятия провели анализ федеральных и региональных законов, затрагивающих интересы КМНС, а также обсудили те аспекты жизнедеятельности и традиционного уклада северян, которые нуждаются в корректировке. Актуализация нормативно-правовых актов, регулирующих жизнедеятельность и традиционный уклад жизни северян. Этому блоку посвящен семинар, организованный ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Подобные встречи уже прошли в Хабаровске, на Байкале и в Ханты-Мансийске. Для нас, конечно, актуальны такие законы, как вот идет закон об Арктике, об арктической зоне. Мы непосредственно участники. И все наши депутаты, эксперты, Наринмар, Таймыр, Ямал, Мурманск, мы все друг друга знаем, и мы как раз очень дружно участвуем в продвижении наших поправок в данный законопроект. Потом проходили поправки в земельный кодекс. Мы, к сожалению, для наших северян некоторые статьи не смогли отстоять. Но какие-то статьи удалось. Например, обязательность проведения слушаний на наших территориях. В российском блоке законов начитывается порядка 27 статей, так или иначе, касающихся жизни коренных народов. Самые актуальные из них – вопросы рыболовства, взаимодействия с недропользователями, создание новых природоохранных зон. Одна из последних поправок, которая рассматривалась в Госдуме – правовое регулирование деятельности общин. Правительство предлагает ограничить членство в организациях, то есть представитель КМНС может состоять только в одной организации. Цель законопроекта – предотвратить злоупотребление поддержкой, которую общины получают от государства. Несмотря на то, что Комитетом по национальностям Государственной Думы и Советом Федерации данная инициатива поддержана, на профильном комитете по региональной политике мы отклонили данную инициативу, не поддержали правительство. Почему? Потому что есть заключение здесь нашей ассоциации коренных младчисленных народов СССР, есть заключение администрации окруженной о том, что не поддерживать эту инициативу, хотя есть вопросы, с которыми нужно разобраться. Говорили на семинаре и о таком новом направлении в жизни северян, как этнотуризм. Гость из Краснодарского края, депутат Госдумы Дмитрий Ламекин, отводит этой сфере большое значение, как на Кубани. Еще 20 лет назад местные власти не рассматривали туризм, как статью в доходах бюджета. Сегодня эта строка добавляет в казну порядка 6 миллиардов рублей ежегодно. По мнению депутата, потенциал в сфере этнотуризма у Ненецкого округа и других северных регионов большой. Есть колоссальный интерес к Арктике, есть колоссальный интерес к этнотуризму. Может быть, есть смысл нам на уровне и, соответственно, субъекта, если мы говорим о местном, и на уровне федеральном рассмотреть возможность поддержки направления этнотуризма, создать концепцию. Все предложения и поправки, собранные по итогам семинара, будут включены в резолюцию. Документ ляжет в основу работы депутатского корпуса 7-го созыва и обсуждения на федеральном уровне. Помимо решения правовых аспектов, касающихся жизни коренных малочисленных народов, особое внимание уделяется и решению проблем, связанных со здоровьем северян. Для этого в Ненецком округе реализуется проект «Красный чум». Очередной медицинский десант обследовал почти 400 жителей Харивера. На протяжении 10 дней в поселке работала большая выездная бригада врачей Центральной районной поликлиники Заполярного района. Они обследовали жителей поселка и оленеводов-кочевников СПК Путилича. Едва над поселком Харивер появился вертолет, как машина медицинской помощи помчалась на аэродромную площадку. В рамках проекта «Красный чум» в поселок прилетела медицинская бригада из 18 человек для осмотра и лечения кочевого и местного населения на базе местной участковой больницы. С собой бригада привезла медицинское оборудование весом около полутора тонн. От меня и вообще от населения, конечно, мы предъявляем большую благодарность этой программе «Красный чум», потому что это уникальная возможность посетить всех врачей со своими проблемами и жалобами тем, кто не может выехать за пределы поселка, потому что поселок очень отдаленный, и то, что врачи сюда приезжают, этому все население очень радо. В первую очередь медосмотры были организованы для самых маленьких жителей поселка. Свою работу врачи «Красного чума» начали с детского сада и школы. Кроме того, дети лениеводов были обследованы более широко. У каждого ребенка были взяты кровь на анализ, на гормоны, вихнические показатели крови были взяты анализы и направлены на УЗИ органов брюшной полости, и, соответственно, тоже были посмотрены всеми специалистами. Кроме этого, здесь велся прием неорганизованных детей. До позднего вечера в здании больницы медицинские специалисты вели прием населения, прерываясь только на обеденный перерыв и ужин. Благодаря проекту «Красный чум» жители Хариверы смогли проверить свое здоровье, что называется, без отрыва от собственного производства, ведь для медобследования им не пришлось выезжать за пределы родного поселка. УЗИ здесь прохожу только первый раз. Как-то по срокам-то мне совпадает что-то. Приходится ездить на Венмар. А сейчас удачно совпало и сделали УЗИ. Очень востребовано у нас на данный момент, это, наверное, стоматолог. Это у нас проблема больная. Да, у нас вода не очень качественная, получается, что от этого зубы портятся сильно. К тем пациентам, которые не могут самостоятельно передвигаться, медики выезжали на дом. Собираются необходимые, нужные документы по списку, который отмечен. И оформляется либо инвалидность, либо какие-то льготы. Получение бесплатных памперсов, противопролежного матраса, ходунков, каталог. В общем, все, что нужно. В чем, что на данный момент государство предусматривает бесплатно, то, конечно, можно оформить здесь. Первоочередной задачей проекта «Красный чем» является профилактический осмотр и обследование населения, ведущего кочевой образ жизни. Профессия оленевода связана с работой вдали от населенных пунктов, сложных климатических и бытовых условиях, большой физической нагрузкой. Поэтому систематическое медицинское наблюдение этой категории населения для врачей проекта является приоритетной. Оленеводов в первую очередь и чумработниц, и детей мы направляли на ультразвуковое исследование органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез женщинам старше 40 лет. Это в обязательном порядке. И по направлению специалистов местное население было организовано. По словам специалистов «Красного чума», к профзаболеваниям оленеводов можно отнести артрозы коленных, тазобедренных суставов, заболевания позвоночника. Да, молодое поколение пришло, но кто уже отработал много лет оленеводом или работающие в тундре, они, конечно, страдают данными. Молодежь пока нет, а пожилые люди, они, конечно, приобрели эти заболевания. Молодых пока все в порядке. Взрослое население кочевой, вот судя по тем, кто был, Оно, можно сказать, стало моложе, в оленеводство стали вливаться свежие, будем говорить, силы. Вот. Молодое поколение, оно, видимо, все-таки перенимает опыт отцов. Вот. А при осмотре молодежи они практически здоровые все. Среди них, во всяком случае, в этот раз я не видел ни одного больного. В СПК Путилича подходила к концу горячая пора годового просчета оленей и убойная кампания. Заканчивались и 10 дней напряженной работы медицинского отряда «Красный чум». Свою работу он продолжит уже в следующем году. До 1 сентября 2017 года будет ликвидирована школа-сад в деревне Макарова. Такое решение на сессии приняли депутаты окружного собрания. На сегодняшний день детский сад посещают всего 4 ребенка в возрасте до 3 лет, а обучающихся в начальной школе и вовсе нет. Между тем, содержание одного ребенка в саду обходилось бюджету округа в 1,2 млн рублей в год. Данная мера позволит сэкономить бюджетные средства. Вместе с тем, дети и работники образовательного учреждения не пострадают. На оптимизацию расходной части бюджета направлен и ряд других законопроектов, принятых на сессии. Всего парламентарии рассмотрели 18 вопросов. Вопрос о ликвидации начальной школы сада в Макарова прошел не одно обсуждение, в том числе и с жителями деревни. С сокращением числа детей, посещающих образовательное учреждение, его содержание стало нецелесообразным. По состоянию на 1 декабря 2016 года дошкольную группу посещают 4 воспитанника. Обучающиеся 1-4 классов отсутствуют. Все воспитанники 2014-2015 годов рождения, то есть в возрасте до 3 лет. На сегодняшний день в учреждении фактически работают 10 человек. Работники образовательной организации в большинстве своем являются получателями страхового пенсии по старости или достигнут пенсионного возраста в ближайшее время. При сокращении сотрудникам будут предоставлены все гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством в сфере труда. В рамках окружного закона родители воспитанников детского сада будут получать ежемесячную компенсационную социальную выплату. Необходимые средства предусмотрены в бюджете региона на 2017 год. В целом казна региона будет дефицитной, поэтому меры социальной поддержки приобретут еще более яркий адресный характер, а некоторые социальные выплаты будут приостановлены. Меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование квартирным телефоном как дублирующую норму. Также предлагается приостановить норму, устанавливающую право на получение субсидий на приобретение строительства живой площади и субсидий на приобретение транспорта. При этом в рамках высвободившихся средств предлагается увеличить размер вознаграждения за труд приемных родителей с 3866 рублей до 4777 рублей, что с учетом районного коэффициента и процентной набавки за работу в районах Крайнего Севера составит 12 400 рублей. Еще один законопроект, принятый сегодня в первом чтении, касается северян, работающих и проживающих на селе. Они будут получать фиксированную денежную выплату по оплате жилого помещения, вместо предоставляемых в настоящее время за счет средств окружного бюджета, дополнительных мер социальной поддержки по возмещению расходов по плате за пользование жилым помещением. Еще один законопроект, вынесенный на рассмотрение сессии, был разработан по обращениям группы граждан. Он касался доплат к страховой части пенсии, к пенсии за выслугу лет, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ненецком округе. Законопроектом предлагается установить, что по решению соответствующей комиссии указанный стаж могут быть зачтены не только периоды замещения отдельных должностей в организациях, расположенных в округе, но и периоды замещения отдельных должностей в учреждениях, организациях, расположенных в Архангельской области, но только при условии, что факт замещения таких должностей имел место до 12 декабря 1993 года. Поддержку депутатского корпуса предлагаемый законопроект не нашел. Большинство парламентариев от принятия решения воздержались. С таким же процентом завершилось и голосование по законопроекту, которым предлагалось участникам боевых действий и вооруженных конфликтов, выплачивать из бюджета округа часть процентов по жилищному кредиту, взятому под 5% годовых. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Порядка 50% детей Ненецкого округа смогут получать дополнительное образование бесплатно. Это одаренные перспективные дети и дети из числа льгодных категорий граждан. Для остальных обучающихся с 1 января 2017 года кружки и секции будут платными. Однако полную стоимость родителям платить не придется. Львиную долю расходов взял на себя окружной бюджет. О реформе в системе дополнительного образования на пресс-конференции, которая прошла в нашей студии, рассказали советник губернатора Илья Иванкин и исполняющий обязанности руководителя департамента образования Лина Гущина. Повысить охват детей дополнительным образованием с 40 до 75%. Такую цель ставит департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа на 2017 и последующие годы. Мы выявили такую ситуацию, что у нас зачастую дети могут посещать, некоторые активные дети, у которых активные родители, мы понимаем, что они бывают по три, некоторые даже по пять различных направлений кружковой работы посещают. Но фактически охват детьми, именно если брать соотношение, сколько у нас детей, именно выявили соотношение, кто эти дети, у нас охват состоял в 40%. Именно этим профильный департамент объясняет переход дополнительного образования на платную основу. Но платить за кружки и секции будут не все обучающиеся. Одаренных и перспективных детей включат в госзадания, и они смогут получать дополнительное образование бесплатно. Такие же условия будут распространяться и на детей из малообеспеченных семей, если среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше 18 900 рублей в месяц. Стоит отметить, что получать образование бесплатно можно только по одному направлению. В разных учреждениях будут порядки приема различные. То есть, если для музыкальных школ мы определяем, что это предпрофессиональное направление, оно в госзадании, все общее образовательное будет на условиях софинансирования. Если это спортивная направленность, там уже есть критерии малообеспеченности. То есть, просто порядки приема в разных учреждениях различны. То есть, на каких условиях. Поэтому здесь позиция разная. Дети, не вошедшие в госзадание, без поддержки округа не останутся. Для них будут действовать условия софинансирования. То есть, 20% стоимости кружка платит родитель в 80% округ. На сегодня самые дорогие услуги в музыкальных школах и некоторых спортивных секциях. Самые бюджетные – в домах детского творчества. Кроме введения платных занятий, учреждение доп. образования ждет реструктуризация. Она направлена на сокращение административного персонала и повышение эффективности деятельности организаций. Мы сейчас встречаемся со всеми директорами образовательных учреждений дополнительного образования Нинистского автономного округа. И, например, в одном из учреждений штатная численность 18 человек. Из них педагогов только трое. И вы должны понимать, что только три педагога из этих 18 человек оказывают услугу, непосредственно работают с детьми. Все остальные – они просто-напросто обеспечивают их деятельность. Но понятно, что это чересчур перекос, потому что все-таки основных работников в учреждениях образования, а именно педагогов, преподавателей, должно быть больше, чем обслуживающего персонала. В результате реструктуризации организационно-правовую форму сменят следующие учреждения. Спорткомплекс «Норд Лидер» и «Старт» объединяются в одно учреждение. Слияние ждет детские школы искусств, поселка Искатели и Наринмара, а также поселковый дом детского творчества и Дюсуша Искателей. Городской дом детского творчества станет структурным подразделением школы имени Антона Пырерки, в здании которого сегодня располагается учреждение. Для родителей, для детей никаких изменений в части оказания услуг не произойдет. То есть на тех площадях, на которых получали услуги дети, с теми тренерским составом, да, мы понимаем, что по максимуму это все позиции будут отработаны, вот так же будут дети и продолжать работать. Будут заключаться договора с родителями на оказание услуг. Если в госзадании, то, понятно, бесплатных. Если в рамках софинансирования, значит в рамках софинансирования. Сегодня в учреждениях идет подготовительная работа, в том числе мониторинг востребованных и не очень направлений. Причем отбор делают сами дети и их родители. Непопулярные направления будут перепрофилировать или закрывать. Итогом больших преобразований, по мнению департамента, должен стать охват дополнительным образованием в 75%. Татьяна Поздеева, Валентина Ичебичек, телеканал «Север». Готовить не хуже, чем в ресторане, сервировать стол и знать золотые правила этикета. А еще и изучать хорошие манеры и правила здорового образа жизни. Эти нужные навыки осваивают в молодежном клубе «Вместе» бывшие воспитанники детского дома и интерната. Такую возможность им подарил совместный проект региональной молодежно-общественной организации «Фотостудия Блиц» и Центра комплексного обслуживания. На одном вкусном занятии побывала наша съемочная группа. Юлия Шабловинская учится готовить плов с курицей. Бывшая воспитанница школы имени Пырерко, а ныне студентка педагогического колледжа, занятия в молодежном клубе «Вместе» старается не пропускать. Ведь такая домашняя школа, по словам девушки, путевка в самостоятельную жизнь. Ну, самое нужное – это кухня, потому что каждая девушка должна уметь готовить. И поэтому, ну, как бы учиться – это обязательно. А что ты уже готовила, да, на занятия? Да, готовили. Мы готовили куриные котлеты, потом готовили салаты разные, легкие салаты, которые можно быстро подать на стол. Получилось у тебя? Получилось. Уже кого-то выгостила? Да. А кого? Ну, сестру младшую, друзей. Сегодня Юлиного угощения ждут 12 коллег по клубу. Они с предвкушением следят за процессом, которым руководит преподаватель аграрно-экономического техникума Владимир Абрамов. Первое блюдо – оно очень просто готовится в домашних кустовах. А салат седры, он очень знаменитый, мало кто знает, как его готовить. Я просто сегодня хочу показать, как его можно приготовить не хуже, чем в ресторане. Готовить не хуже, чем в ресторане – давняя мечта участника клуба Романа Людвига. Молодой человек сейчас проходит курсы поварского искусства на базе Центра занятости населения. И сегодняшний мастер-класс для него – как урок профмастерства. Умение готовить разные блюда – это только одно из направлений клуба. Есть еще этикет «Школа красоты», «Фитнес-занятий», «Рукоделие» и «Компьютерная грамотность», которая в наш компьютерный век, по словам руководителя проекта «Вместе» Альберта Людвига, особенно важна для молодежи. Главная задача – это как раз уберечь ребят от интернет-мошенничества, умения пользования, приобретения онлайн-билетов, услуг, оплата коммунальных платежей, счетов, ну и какие-то начальные знания самого компьютера. Компьютерная грамотность и другие занятия в программе молодежного клуба помогут бывшим воспитанникам детского дома и интерната быстрее адаптироваться в обществе. Ведь у таких детей практически нет социальных навыков, которые нужны для самостоятельной жизни. Не секрет, что многие ребята по окончанию таких учебных заведений у нас не очень приспособлены к жизни. Помним такие случаи, когда получали квартиры вилоджи два года назад зимой, эти квартиры разморожены, еще какие-то многие бытовые проблемы у них случаются. И вот чтобы этого не происходило, придумали такую программу, проект. Реализовать такую программу по социальной адаптации стало возможно благодаря окружной поддержке. В прошлом году региональная молодежная общественная организация «Фотостудия Блиц» выиграла грант в размере 300 тысяч рублей. На данные средства было закуплено необходимое для занятия оборудование. Данный проект рассчитан на 10 месяцев. Любовь Перемькова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова